Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Парламентский вестник» в студии Улубей-Эрбалатов. 10 мая в Народном собрании Республики Дагестан состоялось рабочее совещание по текущим вопросам деятельности парламента. В нем приняли участие депутаты, работающие на постоянной профессиональной основе, руководители структурных подразделений аппарата Народного собрания. Обращаясь к депутатам, спикер Дагестанского парламента Хизришихсаидов отметил, что наряду с работой над законопроектами, важной составляющей их деятельности, являются встречи с избирателями в городах и районах республики, решение их наболевших проблем. Депутаты рассказали о своем участии в мероприятиях, прошедших в Совете Федерации и Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации. Так, заместитель председателя Народного собрания Камил Давдеев принял участие в совещании, проводимом Комитетом Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Заместитель председателя Комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Людмила Авшалумова приняла участие в работе круглого стола на тему о законодательном обеспечении государственной региональной политики Российской Федерации, прошедшего в Государственной Думе Российской Федерации. Заместитель председателя Комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму Анна Безрукова приняла участие в парламентских слушаниях на тему «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве», прошедших в Совете Федерации. Сегодня у нас в студии депутат Народного собрания Республики Дагестан Безрукова Анна Сергеевна. Добрый день. Добрый день. Анна Сергеевна, нас всех, как родителей, очень беспокоит все, что касается безопасности наших детей. В этом плане интернет при всех плюсах может нести и определенную угрозу неокрепшей психике подростка. Расскажите, какие вопросы конкретно обсуждались на парламентских слушаниях в Совете Федерации? 18 апреля текущего года в Совете Федерации прошли парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве». Стоит отметить, что интерес к этому вопросу проявили все структуры, начиная от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Он очень остро поднимает этот вопрос, очень жестко требует принимать решения. И, конечно, было приятно видеть очень внушительный такой солидный круг экспертов, в который входили и заместитель председателя Государственной Думы Ирина Анатольевна Яровая, и заместитель председателя Совета Федерации Евгения Викторовича Бушмина, и заместителя председателя Комитета Государственной Думы по законодательству и государственному строительству, это Людмила Букова, которая непосредственно принимала участие в разработке ряда законопроектов касаемо этой темы. Ну и, конечно, самые важные люди, лица, которые непосредственно связаны с этой проблемой, это министр образования и науки Российской Федерации Васильева Ольга Юрьевна, и, конечно, министр связи Никифоров Николай Анатольевич, также все представители других субъектов Российской Федерации. Участники данных слушаний поднимали вопрос, который стоит на сегодняшний день очень остро. Мы все знаем, что в прошлом году, в этом году очень много наших российских детей оказались жертвами неких суицидальных групп, игр в социальных сетях, и 740 детей стали жертвами данных групп. То есть фактически покончили с самоубийством? Да, да, да. Это вот уже с летальным исходом, не считая тех жертв, которые причинили себе различные вреды здоровью. И, конечно, стоит отметить, что очень быстро, очень молниеносно отреагировали как правоохранительные органы, так и, конечно, Министерство науки и образования Российской Федерации и непосредственно у нас в республике. Участниками слушаний было предложено рассмотреть законопроекты, направленные на борьбу с различными формами содействия суицидам, вовлечения подростков в совершение действий, представляющих опасность для их жизни. Также в рамках действующего законодательства менять подходы к работе с детьми и подростками, потому что это очень важно. Также пересмотреть образовательный процесс в школах и даже в дошкольных учебных учреждениях с учетом требований времени, а также заниматься профилактикой интернет-зависимости, воспитанием у детей навыков культуры, безопасного пользования интернет-сетей. Также было предложено Министерству образования и науки Российской Федерации разработать для регионов методические рекомендации по подготовке программы обеспечения безопасности детей. Данные рекомендации были также розданы на данных слушаниях, очень качественные. Я думаю, проработанные и реализация данных программ, я думаю, приведет к положительным каким-то результатам. Также остро поднимался вопрос о том, что взрослым необходимо изучать программы родительского контроля на компьютерах, смартфонах и планшетах своих детей. То, что сейчас очень много всевозможных программ запущено в интернете. И также были представители компании Касперского. Они выступали со своими программами по интернет-безопасности, блокировке сайтов специальных. То есть родители могут контролировать детей? Конечно, есть специальные программы, где родители могут контролировать, на какие сайты заходили их дети, что они смотрели, как часто они заходили на всевозможные сайты. Здесь надо отметить, что здесь мы говорим о сайтах не только суицидальных группах, но также и порно-сайтах, а также и о сайтах экстремистской направленности, и всевозможных других сайтах, которые приводят детей к социальным явлениям, проявлениям в жизни. И, конечно, влекут детей к совершению преступлений. А вот есть какая-то возможность, рассматривалось, закрывать вот эти сайты или группы какие-то? Конечно, специально для этого с 1 января 2017 года Роскомнадзором заблокировано более 4 тысяч групп суицидальной направленности. Для этого существует специальная группа экспертов, но опять-таки эксперты, когда выступали, они отмечали, что сегодня они закрывают одну группу, и вопреки данной закрытой группе открываются тут же, буквально там, в течение нескольких часов, 4-5 таких подобных групп. То есть здесь кто-то работает целенаправленно? Конечно, над этим работа это очень много, и, как мы понимаем, это очень хорошо оплачивается, потому что это ведется против российской нации, это мы все прекрасно понимаем, политики, эксперты об этом тоже говорили, поэтому здесь необходимо ужесточать и российское законодательство. Особенно отмечали ужесточить Уголовный кодекс Российской Федерации, потому что не прописано у нас в Уголовном кодексе наказание за распространение данных групп в социальных сетях. Да, создание таких групп, а также уже по факту преступления мы даже, если ловили организаторов данных суицидальных групп, по большому счету со всей жесткостью закона мы их наказать не можем. А вот эта группа «Синий кит» какая-то была, это тоже относится к этому? Конечно, и «Синий кит», и «Тихий дон», «Разбуди меня в час 40», очень много групп, их действительно очень много. Я же говорю, с 1 января 2017 года 4000 групп сблокировано. Это огромное количество людей, мы понимаем, что работают над этим целенаправленно. Также участники данных слушаний отмечали, что необходимо усилить работу психологов в школах. Сегодня в среднем по Российской Федерации на 800 учеников средних общеобразовательных школ работает один психолог. Да, а на дошкольные учебные образования 400. И, конечно, работа данных психологов, она не может охватить в полной мере всех детей. И вследствие тому мы видим и нарушение психики, и зависимость детей от интернет-игр, и онлайн-игр, которые дети наши погружаются. А вот скажите, пожалуйста, все-таки, наверное, у нас в Дагестане родители как-то больше контролируют своих детей, больше уделяют внимания, или у нас тоже есть такие же подобные случаи? Нет, вы знаете, Республика Дагестан не оказалась в стороне данной проблемы. У нас тоже, опять-таки, с января данного года зафиксировано ряд несчастных случаев, в том числе около 10 младых парней и девушек стали жертвами данных суицидальных групп. И есть также и летальные исходы. Но стоит отметить очень качественную работу Министерства образования Республики Дагестан и правоохранительных органов, потому что они на данные сигналы очень молниеносно и своевременно отреагировали. Была проведена очень серьезная профилактическая работа во всех общеобразовательных учебных заведениях. И, конечно, удалось наших детей как-то обезопасить. Хотя ввиду опросов, ввиду профилактических бесед очень много выявлялось детей, которые вовлечены были в эти игры, которые играли, которые уже проходили ряд каких-то этапов. Но многие, конечно, родители постарались это дело замять, чтобы не было освещения, чтобы не узнали. Потому что, конечно, больше всего, к сожалению, подвержены те дети, родители которых очень заняты. На работах, которые физически не могут проследить за тем, с кем ребенок общается в социальных сетях, на какие сайты он заходит. Но для этого есть специальные программы, и они сейчас усовершенствуются. Я думаю, что в скором времени у каждого родителя на телефоне будет программа, которая будет контролировать действия ребенка в интернете. Это очень важно. Ну что ж, Анна Сергеевна, спасибо. На самом деле, эта тема очень важная, очень острая, так как касается наших детей. Это, наверное, самое главное у каждого человека, что есть. Поэтому будем надеяться, что вот такими совместными усилиями и на законодательном уровне, и исполнительные органы власти, и правоохранительные органы совместно эту проблему удастся решить. Спасибо вам. Спасибо вам. Депутаты Народного Собрания Народного Собрания Санкт-Ахмед Ахмедов, депутаты Республиканского парламента, представители министерств и ведомств, администрации Махачкалы, горожане и гости столицы. Торжественный митинг открыл глава города Муса Мусаев. Он поздравил дагестанцев с праздником. Обращаясь к ветеранам и жителям города, отметил, что День Победы – это одна из самых значимых дат в истории страны. Военный комиссар Республики Дайдбек Мустафаев в своем выступлении напомнил, что с первых же дней войны дагестанцы сочли своим священным долгом стать на защиту Отечества. Собравшихся поздравил и ветеран Великой Отечественной войны Али Нурбагандов. После завершения митинга его участники прошли к парку имени Ленинского комсомола, где состоялось возложение цветов к памятнику воину-освободителю и на Аллее Героев. В этот же день наряду с другими городами России по улицам Махачкалы дагестанцы прошли колонны бессмертного полка. В шествии приняли участие вице-спикеры Республиканского парламента Камил Давдеев, Елена Ельникова и Махмуд Махмудов. В колонне также были депутаты Республиканского парламента, представители молодежных патриотических движений, школьники, жители и гости столицы. Волонтеры, представители молодежных организаций несли полотнище к копии Знамени Победы. Праздничное настроение и тон шествию задавал военный оркестр, играющий марши. В преддверии празднования Дня Победы депутаты Народного собрания, члены фракции «Справедливая Россия» чествовали в Махачкале ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодня в Махачкале проживают 80 ветеранов, и приглашены на встречу были все. К сожалению, из-за возраста и состояния здоровья прийти смогли лишь трое – Тамара Филипповна Матлашенко, Борис Федорович Чихонов и Евгений Васильевич Галкин. Для участников мероприятия был организован праздничный стол и подготовлена музыкальная программа. Заместитель председателя Народного собрания, руководитель фракции «Справедливая Россия» Камил Давдеев поздравил ветеранов с победой в Великой Отечественной войне. «Мы никогда не забудем подвига, совершенного на полях сражений нашими дедами и прадедами. Память о победе мы сохраним навечно. Она всегда будет в наших сердцах и в сердцах будущих поколений», – отметил он. Перед собравшимися выступили солисты Государственного академического ансамбля танца «Лизгинка» и заслуженная артистка Дагестана Мадлен Гороховская. Тем, кто не смог прийти на праздничное мероприятие, волонтеры и члены партии «Справедливая Россия» разнесли продуктовые наборы, денежное поощрение, открытки и цветы. Ни один ветеран-махачкалинец не остался без внимания. 12 мая в Махачкале прием граждан провела заместитель председателя Народного собрания, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева Елена Ельникова. Большинство обращений касались жилищного вопроса. Основные темы, волнующие дагестанцев – это ожидание в очереди на право получения социального жилья, улучшение жилищных условий и постановка на учет. К депутату обратилась пенсионерка, инвалид первой группы Татьяна Верещагина из Каспийска по поводу ветхого жилья. Ее интересовали условия и порядок переселения из аварийного жилья. Заявительнице была дана юридическая консультация. Жительница поселка Кихулай, Наргус Шабанова, обратилась с просьбой помочь в получении беспроцентной суды на строительство жилья. Депутат поручила помощнику оказать содействие заявительнице подготовки необходимых документов. Махачкалинка Имана Газимагомедова в своем обращении просила помочь улучшить жилищные условия. По ее словам, будучи инвалидом второй группы, она с четырьмя детьми уже долгое время скитается по съемным квартирам. Елена Ельникова рассмотрела представленные заявительницей документы и поручила подготовить депутатский запрос соответствующей инстанции. Уважаемые телезрители, на сегодня у меня все. До встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!